Почти 200 тысяч человек в крае официально инвалиды. Трудоустроены далеко не все, пока лишь 10 тысяч. Власти региона совместно с Министерством соцзащиты поставили цель увеличить эту цифру вдвое. Отчасти число занятых умножает ресурсный центр, который открылся недавно в Барнауле. Всего за полгода работы сотрудники центра дали уже свыше 5000 консультаций. Специалисты рассказали главе региона о работе учреждения. Гражданин придя сюда, он сразу может посмотреть все вакансии, в том числе и разместить резюме на интерактивном портале. Мы как модераторы этих порталов обеспечиваем наличие этих вакансий, чтобы они были актуальны, официальны, достоверны. Правда, как отмечает председатель краевого общества инвалидов Татьяна Сафронова, далеко не все хотят работать, так как мотивация порой отсутствует. И очень сложно инвалидам, не всем, конечно, но многим, работать 8 часов и найти работу для души. Вы знаете, для нас, конечно, предлагают это такие специальности, которые не очень востребованы. А ведь инвалидам так же, как обычным людям, хочется иметь достойную зарплату и возможность карьерного роста. Так что мотивационная составляющая проекта по поддержке инвалидов требует доработки. В этом были едины все участники встречи. А что касается финансовой поддержки, то на следующий год она будет значительной. Краевые власти выделят 5 миллионов рублей на содействие занятости и развитие доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в 2020 году на их реабилитацию будет направлено 70 миллионов рублей федеральных средств. Елена Кузовкина, Валентина Аскерова, Николай Шелком. День с толком.